Приветствую! Вы смотрите программу «Отражение». Я Оксана Пилькина. Сегодня мы будем говорить о сохранении исторического наследия Харьковской области, Харькова. Об этом мы будем говорить с Антоном Бондаревым, исследователем истории Харькова, основателем проекта «Ночь истории». Я рада вас видеть в этой студии. Ну и хотелось бы начать нашу беседу именно с темы туризма. Она как бы сейчас очень популярна, много говорится о создании новых туристических маршрутов, но лично мне всегда хотелось бы, чтобы туристический маршрут был наполнен не только зеленью, красотой и просто прекрасными видами, но еще имел какую-то историческую подоплеку, чтобы мы видели, чем жили предки, сохранились ли такие объекты в Харьковской области. Ну, я не имею в виду всем известные, да, там Краснокутский дендропарк, Шаровка, Натальевка и прочее, 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 Мерчик. Что вот еще существует, о чем многие просто не знают? Вы знаете, Оксана, мы с вами живем в удивительное время, которое, я думаю, через несколько десятков лет назовут «Слобожанским возрождением», потому что сейчас настолько огромный всплеск к истории прошлому и города Харькова, и «Слобожанщины». В начале XIX века, кстати, вот в той же Шотландии, да, был всплеск интереса к родной истории, это называется «Гейльским возрождением» на Западной Украине в 1920-х годах. Люди точно так же ходили в походы по замкам, по усадьбам, интересовались историей. Поэтому то, что в Харькове сейчас происходит, вот этот всплеск, вот эти разные проекты, огромное количество экскурсий, всевозможных специалистов по истории Харькова, это все и есть элемент, который, наверное, через несколько десятков лет будет назван как «Слобожанский ренессанс». Мы, знаете, как-то мне попало, я имел счастье получить книгу «Сады и парки Харьковской губернии», у самого близкого друга, учителя Андрея Федоровича Парамонова. Книга была издана в середине 2000-х годов, я посмотрел, там действительно уникальные фотографии. Прошло лет так 10 с момента издания этой книги, и было интересно посмотреть, а что сейчас реально осталось. И таким образом мы запустили проект наших поездок именно по Слобожанщине, что нам крайне важно. Первое, мы не берем объекты, о которых знают все, да, Шаровка, Мерчик, там, Натальевка. Мы едем туда, в те точки, где, о которых, ну, знают, конечно, люди, на которых нет, там, допустим, туристических маршрутов. В большинстве своем это бездорожье. Нам важно было, во-первых, посмотреть и сравнить, а что произошло с этими объектами за 10 лет. Многие объекты мы потеряли безвозвратно, и вот в книге Андрея Парамонова, о которой я упоминал, фотографии просто шикарные и уникальные, потому что того уже сейчас не сохранилось. Это первый момент. Второй момент. Нам крайне важно было, с учетом того, что соорганизатор этих поездок, это медиапроект накипело, нам важно было путем публикаций на сайте, в интернете, на наших страницах, путем видеосъемки и фотосъемки. Вот во вторую экспедицию мы ездили, с нами был Дмитрий Кривуля, который делал съемки всех этих объектов с квадрокоптера. Это донести как можно большему кругу людей, максимально сделать охват. И за счет этого мы пытаемся привлечь внимание, во-первых, к слабожанщине как таковой, потому что, как ни парадоксально, но жители нашего города, да и вообще слабожане, они знают западную Украину, Галичину, Волынь, намного лучше, чем край своих предков. Но я думаю, что эта земля, она достойна того, чтобы ее любили, ее воспевали, ее красотами восхищались. И нет ничего плохого, любить, ведь свое не означает ненавидеть чужое. Но очень стыдно, что мы знаем прекрасно дворцы, парки, усадьбы, там, тоже Львовской области, но совершенно не знаем, что все, как бы, на наших землях. Да, я имею в виду слабожанщина, это Харьковская нынешняя, Сумская область. И, опять же, благодаря этим поездкам, мы, ну, я вот знаю, что некоторые люди, вот после чего-то о наших поездках, они открыли для себя там ту же Львовскую усадьбу. Я знаю, что нас это, мы растем вместе с этим проектом, потому что, когда я поехал, вот мы были в Львовке, для меня это было каким-то стимулом на следующий день побежать в архивы и изучать этот объект. Вот, во второй экспедиции мы посетили Петропавловку, я открыл для себя существование такого, к своему прискорбию о нем не знал, об этой семье раньше, да, род графов Гендриховых, как бы что-то единственный сохранившийся объект. Мы растем вместе с нашими поездками. И мы не просто открываем людям слабожанщину, мы и сами для себя что-то открываем и узнаем. Ну, я предлагаю сейчас посмотреть фотографии из поездок, то есть зрители могут как бы своими глазами увидеть, глазами увидеть, что есть и в каком оно есть состоянии, а потом вы все это прокомментируете. Можете комментировать вот прямо сейчас. Это вот кадница. Вначале это планировалось как усадьба, а потом владелец передал это как школу для детей в 1898 году. Это наша ежедневная, скажем так, реальность, реальность, это дороги на слабожанщине. Вот это, это Лютовка, усадьба Клин-Михелей родовая. До этого Хорват. Прекрасный зал от нее еще остался. Там крайне травматично. Хотя эта усадьба, ну, действительно, одна из красивейших на слабожанщине. Это вот реставрация храма в Молодовом. Скоро мало что будет говорить о том, что это храм старый. Это верхняя, кажется, Писаревка, да, усадьба Колокольцевых. Это вот как раз Петропавловка, о которой я рассказывал. Необыкновенно красивый храм в необыкновенно красивом месте. Это Васильевка. Все, что осталось от некогда великолепной усадьбы. Как раз вот винные погреба остался вход. Там нетравматично, я там лазил. Это Великий Бурлук. Предположительно, 1820 год. Вот из дерева усадьба, в частности, построена. Очень красиво. Объект является внесен в реестр архитектурной спадщины. Но там не висит даже таблички. Вот самый, кстати, большой позор. Когда мы были по местам Богодуховского уезда. Это прекрасный этнографический музей в Писаревке Малой. И там стоят вот эти старые хаты, старые ветряки. И там на принтере, файлике напечатана табличка. Объекты архитектурной спадщины, педохороны. Это стыдно на самом деле. Если бы была мемориальная доска, я думаю, она бы не повредила. Вот это наша слобожанская туристическая реальность. Причем, когда я показывал фотографии Петра Павловки своим друзьям из Западной Украины, мне говорят, как же так? У нас, если есть подобный храм, там пускай без колокольни, пускай в таком же состоянии. Он обязательно внесен в реестр, и на нем висит табличка. У нас такого нет. Скажем так, местное население приложило какую-то руку в части разобрать на кирпичи, взять стройматериалы? Либо все-таки природа просто делала свое дело, и никто даже не смотрел, как оно крушится? За годы независимости мы потеряли такое количество усадеб. И виновата ведь не власть, виновата отсутствие культуры. Вот мой коллега, с которым я достаточно часто пересекаюсь в Харьковском областном архиве, Сергей Кушнарев, он как раз родом из тех мест, он рассказал такую интересную историю, что в Великом Васильевке, значит, усадьба была еще в 70-х, 80-х годах в достаточно хорошем состоянии. Там был и камин, там было все действительно красиво. И вот однажды приехали на какой-то там, я не знаю, съезд советских библиотекарей, какие-то две пожилые дамы, ну и как-то нашли повод, говорит, давайте мы останемся, вот нам поздно возвращаться, значит, пустите нас переночевать в Васильевку, вот эту усадьбу. Они остались. На следующий день дам и след простыл, а в районе камина, который был, нашли открытый тайник. И после этого, как рассказывают местные жители, начали разбирать. Такая же ситуация, кстати, подобная была, насколько мне не изменяет память, и в Гиевке, в усадьбе святополкмирских, когда кто-то, я уже не помню в каких годах, то ли в 80-х, то ли в 90-х, случайно во дворе выкопал там какой-то старый, драгоценный якобы царский орден, и местное население радостно побежало искать клад. То есть, на самом деле, в принципе, можно здорово сэкономить на демонтаже. Сказать, например, что у Шаровки есть клад, и местное население моментально растащит по кирпичику. Это стандартная схема, по факту. Плюс ко всему, мы должны понимать, что, опять же, тут Джан Д. Федорович рассказывал, что в начале 2000-х, когда он был в Васильевке, у местного населения было неким шиком, да, вот шашлычки, алкоголь на руинах усадьбы. И у нас элементарно отсутствует культура. Мы почему ездим среди недели в эти поездки? Ну, чтобы не нарваться на пикник на обочине, да, чтобы увидеть объект без столб отдыхающих, культурно отдыхающих. Это же очень красиво, на самом деле, распивать алкогольные напитки на фоне старых руин. Особенно, если есть рядом речка или какой-нибудь водоем. Вообще шикарно. Но вот могут ли все вот эти усадьбы, или хотя бы то, что от них осталось, стать реальным туристическим маршрутом? Потому что ведь у каждой усадьбы есть целая история. Есть истории семей, которые там жили. Порой печальные, порой трагические. Но все равно они есть, и они известны вам. Вы это все уже как бы поднимаете, об этом рассказываете. И вот они места, где они жили. Можно ли на этом, грубо говоря, зарабатывать деньги? На этом можно было бы зарабатывать деньги, если бы не одно страшное «но». Дороги. Вот для поднятия уровня духовности на слабожанщине не надо строить храмы. Надо проложить несколько десятков километров дороги. Потому что, когда ты едешь в усадьбу фиксировать какой-то объект, а там ямы, ну это такое нарушение заповедей, это такие проклятия. Вы понимаете, не надо храмы строить, надо просто подарить этим объектам несколько десятков километров дороги. И наши экскурсоводы, они ведь туда не возят не потому, что они не хотят, а не потому, что они не знают об этих местах. Элементарно технически провести автобус людей, которые хотят увидеть эту красоту, это крайне сложно. А если еще пойдет дождь, то, ну, кто будет брать на себя грех на душу, если автобус попадет в аварию? Я бесконечно преклоняюсь перед теми людьми, которые вместе со мной ездят в экспедицию. Это Инна Роменская, которая фотографирует. Это Алексей Мазурчук, который занимается видеосъемкой. Это, безусловно, Максим Грицаненко, который обожает путешествовать и по слабожанщине, и по Украине. И он делает, ну, великолепные фотографии. И, безусловно, безмежная моя благодарность. Это Дмитрию Кривули, который с квадрокоптером вот начал. Благодаря ему мы увидели вот эти все шикарные усадьбы с высоты птичьего полета. Да и не только усадьбы, а саму красоту слабожанщины. Ну и увидели воочию вот то, что сделали после реконструкции с храмом, с этим красным профнастилом, металлочерепицей. Да, и эти бы объекты, они бы приносили какие-то деньги. Вот мы, когда были в Великом Бурлуке, ну, там же рядом с усадьбой, шикарно, на берегу, там водоема недалеко, там аквапарк какой-то, все ухоженько, чистенько. И люди бы, наверное, поехали бы, может быть, особенно если бы усадьба была в хорошем состоянии, если бы там, ведь вся проблема в том, что во многих, скажем так, усадебных особняках живут люди. Но не проблема в том, что они там живут, проблема в том, что их туда поселили. Проблема в том, что наше государство не дало альтернативы. Проблема в том, что у нас на дворе 21 век, а эти люди живут в условиях каменного века. У них нет элементарных удобств, нет элементарной воды. Это не есть проблема, а как бы, это есть большой стыд государства, на самом-то деле, которое не предоставило людям адекватную жилплощадь. И повторюсь, если бы объекты были отреставрированы, но что упирается в реставрацию объекта? Дорога, опять же, да, собственно говоря. Плюс ко всему, надо поднимать историю этих объектов, какие-то изюминки. Ну, кто поедет? Вот мы поехали в Петропавловку. Ну, там прекрасно, там красная глина, старинный храм. Единственное, что осталось на Слабожанщине от великолепного семейства князей Гендриховых. Ну, дороги там элементарно нет. Если бы была какая-то инфраструктура, когда общаешься с людьми из Западной Европы, они спрашивают, есть ли удобство? А где есть можно остановиться и покушать? Вот в Петропавловке нет, ну, я не увидел даже, выражаясь современным языком, корчма какая-то, да? А вот, ну, хорошо, приедут люди. Они на память, кроме пуска кирпича, с собой что-то увезут? Нет, потому что элементарно нет никаких даже магнитиков в подарок. Вот, допустим, есть Великий Бурлук, ну, какая-то сувенирная продукция. В Черниговской области, вот Макс Грицаненко был, он говорит, есть красивейшая усадьба. Там находится какой-то там сельский техникум аграрный, значит. Говорит, ты приезжаешь, тебя встречает экскурсовод. Какие-то буклетики, какие-то приусадебные корпуса, они выделены под музей, чтобы это не мешало учебному процессу. У нас есть великолепная усадьба в Ракитном. Там тоже находится учебное заведение, но там пустуют флигеля. У меня возникает вопрос технический. И что мешает там, чтобы человек среди недели, кто угодно, приехал в эту усадьбу, не мешая учебному процессу? Ему провели экскурсию. Он получил какой-то буклетик, узнал историю, какой-то магнитик с собой увез, рядом где-то покушал. Можно на слабожанщине, на харьковском туризме, на харьковских местах зарабатывать. Все проблемы, что это, видимо, люди не хотят. Опять же, смешно, когда Андрей Федорович, Филипп Сергеевич Дикань, когда исследователи Хайкова поднимают те проблемы и вопросы, которые, по сути, не входят в их компетенцию. А как сейдлочные головы, поселковые советы, на чьих территориях располагаются эти, как они вообще относятся к тому, что на их территории стоит бочка с золотом, и ее нужно черпать-черпать, а вот не знаем, что с ней делать, лучше по кирпичам разобрать. На самом деле мы живем в стране с запутанной бюрократией. У всех нет прав. Вот это пока разобраться, кто за что отвечает. Это же можно мозг себе поломать, по сути своей. Потому что каждый скажет, ну а что я могу сделать? Вот надо мной должен подписать кто-то там бумажку, на самом деле. Но проблема сохранения объектов, проблема сохранения тех усадеб, в старинных храмах, которые не входят в путеводители. Ну вот когда приезжаешь на западную Украину, ну это очень интересно, да, все посмотреть. Но очень часто вот мои те же друзья, вот из Львова, там Ивана Франковского, они задают вопрос, а что у вас? Люди из западной Украины, они не менее хотят посмотреть нашу слабожанщину, чем мы хотим там посмотреть Львов, там замки Тернополя. Но вся проблема в том, что если там житель Львова или Тернополя вам может рассказать там о всех этих замках, у нас тишина. И тишина это как раз от незнания. Но опять же, знание порождает скорбь, потому что когда ты видишь эту красоту, ну храм в Петропавловке, дай бог, простоит еще лет 10-15. В Васильевку, ну 10 лет, наверное, назад спасти можно было, сейчас нереально. Великий Бурлук, прекрасно, и там можно было бы действительно сделать шикарное туристическое просто полонничество со всей Украины. Если бы было желание, та же Львовка, одна из красивейших усадеб, там рядом и озера, и прекрасный зеленый туризм. Но туда нет дороги. 30 километров, вот если вверх от Боготуховской трассы, туда просто нереально добраться. Хотя спасти можно было, кто повезет в стройматериалы, если он разобьет там машину, собственно говоря, никто. Повезет ли экскурсовод в Львовку? Нет. Это комплексная проблема. Задача тех, кто сидит в архивах, тех, кто мотается в эти экспедиции, поднять саму проблематику. Мы почему это пытаемся как можно сделать более широкий охват, да, путем видео, фотосъемки. Может быть, кого-то зацепят. Может быть, найдется меценат, который там захочет спасти Львовку. Вот старшая ветвь князей Генриховых, она прервалась. Есть младшая ветвь. Может быть, кто-то решит помочь усыпальнице, не усыпальнице, точнее, а вот этому храму, да, 1876 года. Но пока нам не все равно, хороший исход в мире всегда возможен. Хотелось бы надеяться, что что-то добудет. Может быть, кто-то захочет, там, я не знаю, поддержать Великий Бурлук. Потому что места рядом, ну, культурные, собственно говоря, очень красивые действительно места. По поводу Лютовки, я знаю, что, ну, судя по вашим постам, по материалам накипело, уже найдены даже чертеж, да, вот как эта усадьба была, границы со всеми, вот расскажи. Я смотрю, вот прям Лютовку вас любили как любимое детище. Ну, для меня это вот то, что я пытаюсь найти какие-то материалы по Лютовке, по Клинмихелям в Харьковском областном архиве. Это своего рода благодарность графу Николаю Клинмихелю, который финансировал книгу, которую все так любят прекрасно покупать, Григория Лукомского «Усадьба Харьковской губернии». Там бесценные фотографии начала XX века. Это имя позорно забыто де-факто. Но это действительно в этой книге собрано огромнейшее количество фотографий 1912-14 годов, того наследия, которое мы потеряли. Эта книга переиздавалась то ли четыре, то ли пять раз, и будет еще переиздаваться раз десять. И для меня заниматься Лютовка, это своего рода сказать графу Клинмихелю за то, что он это сохранил и профинансировал, и поддержал саму эту идею. И по Лютовке материалов все больше и больше, опять же, знания порождают скорбь, потому что Клинмихель занимал достаточно большой пост в управлении города Богодухова. И оказывается, вот пришли дела, и оказывается, что жил он-то в Богодухове. И я думаю, боже, это надо искать теперь особняк Клинмихеля, или хотя бы где он стоял уже в Богодухове. Знания порождают скорбь. Потрясла Петропавловка, повторюсь. По Лютовке материалов все больше и больше собирается. Там же прекрасная, действительная семья. Трагическая история вот самого владельца усадьбы. И я надеюсь, что это как-то будет более-менее вылиться в какую-то, может быть, небольшую книгу. И опять же, по результатам нашей поездки, очень хотелось бы в августе, дай бог, в конце августа, или же, ну, не дай бог, может быть, в октябре уже месяце, планируем сделать фото-выставку. И вот Алексей Мазурчук занимается потихоньку монтажом некого фильма, скажем так, да. Мы хотели бы его показать и на августовской ночи истории. Мы хотели бы его делать какие-то небольшие предпоказы. Потому что с каждой поездкой материала, видео отснятого, становится все больше и больше. Тот материал, фото и видео, которые люди видят, накипело, это всего лишь десятая часть, на самом деле. Там уже материалы отснятого, ну, на гигабайт 20, наверное, 30 выходит. Вот седьмого числа мы едем в новую экспедицию, того становится все больше и больше. Мы хотели бы, ну, потом это разместить в открытом доступе, там, на ютубе, да, чтобы люди просто увидели это. Здорово. Я так понимаю, что между ночами истории проходит очень активная работа, готовится ночь истории номер 4. Вот, ну, я так понимаю, что еще воспоминания о ночи истории свежи. Все ли сбылось то, о чем мечталось, вот о чем мы говорили? То есть все ли получилось так, как задумано, либо получилось еще лучше? Было много технических косяков. Спасибо людям, что технично промолчали, наверное, но это были не страшные проблемы. Есть над чем работать, есть что улучшить проект. Я не могу сказать, что там сбылись или не сбылись ожидания. Мы все, кто был в ваш комитете, получили от ночи истории колоссальное удовольствие. Мы это делаем не ради каких-то там материальных или нематериальных благ. Мы это делаем, потому что нам это нравится. Мы от этого балдеем, кайфуем, это приносит нам удовольствие. Причем настолько, что после ночи истории мы дальше с лекторами праздновали закрытие до 11 часов утра. Поэтому проект для людей, неважно, сколько туда пришло. Там было, по-моему, человек 120-140, человек 80, по-моему, осталось до конца. Люди уходили, люди благодарили, у людей были улыбки, люди писали какой-то позитив. Пока проект нравится хотя бы 50 людям, проект будет жить. В проекте есть необходимость. Поэтому с 26 на 27 августа, это как раз последние выходные августа, я думаю, многие приют из отпуска. Хайковская областная филармония при поддержке Ильи Владимировича Янко. Я Сережа Жуковский, который представляет хаб социальной активности, студия 42 и громадскую организацию День музыки. Хайковский частный музей, городскую усадьбу. Тем же составом, тем же ОРШ-комитетом, теми же соорганизаторами, теми же информационными партнерами. Будем снова делать праздник города, о прошлом которого можно говорить бесконечно. А если же уже придумали темы, над чем работаете, чем будете удивлять. Ну так, интригу не будем все рассказывать. Старые привычки, подготовка к ночи истории начинается сразу после окончания очередной ночи истории. Есть договоренности. Андрей Федорович согласился. Филипп Сергеевич, который подготовит прекраснейшую лекцию о истории Хайковской газеты «Южный край». Перед ним, я поговорил с Николаем Шеме, он увлекается и исследует в архиве Хайковскую газету «Утро». Вот у нас одна лекция будет о Хайковской газете «Утро», а следующая лекция, чтобы это было, ну, не накладывалось, будет о Хайковской газете «Южный край». Дай бог покажем фильм. Плюс ко всему, прекрасный филолог, преподаватель Хайковского педуниверситета Антонина Яковлева, она же Антонина Рябаконь, вот, она расскажет лекции о украинском Хайкове, там, в литературе, там, как бы, вот. Вот очень приятно, что с Антониной Яковлевой, что есть не просто родственники, там, люди, которых объединяют общая кровь, а еще и наличие интеллекта. Очень важно, когда у родственников есть, помимо сходной крови, еще и интеллект. Это мэтр и родная тетя. У меня большая радость была ее позвать на этот прекрасный проект. Дали согласие от других лекторов. То есть я могу сказать, что уже где-то лекции пять, они... Уже практически готовы. Да, то есть люди дали согласие, будет Александр Пашик, который по независимым от него причинам не смог приехать, и он сделает действительно великолепную лекцию. Будет прекрасный преподаватель исторического факультета Сергей Кушнарев, у которого расскажу сколько-нибудь много интересного о истории Волчанского уезда, о том, что вытворяли красные в Великом Бурлуке. То есть, когда мы с ним общались, он мне рассказал такие истории, такие факты, которых вообще негде невозможно найти. И, как всегда, лекции будут разноплановыми, лекции будут, опять же, для людей. И каждый найдет для себя что-то новое, что-то интересное. Надеюсь, Константин Бондаренко расскажет о сохранении архитектурного наследия в Западной Европе. Очень важно понять, да, как в той же Франции и Германии сохраняют объекты. Поэтому я в отношении ночи... Вы думаете, чиновников позвать, чтобы они посидели именно на этой лекции и послушали, как нужно сохранять? Я думаю, что чиновники, если будет на то их чиновничья светлая воля, сами подходят пить. Мы же никого не заставляем приходить на ночь истории. Это же не есть какая-то принудиловка, пытка, да, вот сидеть до 6 утра. Ну вот я вот видел на ночь истории, люди приходили с семьями. Люди уходили в 6 утра, им было мало. Есть такая категория людей. Пускай их 50, пускай их 70, пускай их 80. Но, видимо, эти люди настолько любят историю города Харькова, что кто бы просидеть до 6 утра? Вот такое харьковское всеношное бдение, да, на самом деле. Это ведь великолепно. И уважаю этих людей, у которых настолько вот жажда познания реальной истории нашего города, что они вот готовы пойти на такую жертву. Ведь это крайне тяжело физически досидеть до 6 утра, да? Ну, интересные лекции помогают в этом, способствуют этому. И тут, конечно, не взять, не дать, лекторы умнички. Мы надеемся. Не усыпляем. Да, вот чтобы на наших лекциях не хотелось спать. Мы пытаемся спасать людей в перерывах кофе. Вот, надеюсь, в следующий раз его будет еще больше. И к утру все будут светиться, как фонари. Вот и все. Поэтому вот такая ситуация обстоит. Ну что ж, будем ждать новую ночь истории. Удачи вам в ваших поездках. Ждем новой информации. Все-таки хорошо, что есть люди, которые хотя бы рассказывают о том, что вот еще можно спасти. И дай бог, чтобы нашелся кто-то, кто согласится помочь. Скажет, я хочу спасти эту усадьбу. Я помогу провести дорогу. Черт с ним, с деньгами, главная история, наследие и мои потомки. После себя нужно оставить след. Я напомню нашим зрителям, что сегодня в гостях программы «Отражение» был Антон Бондарев, исследователь истории Харькова, основатель проекта «Ночь истории». Еще раз благодарю за интересную беседу, вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин